Добрый день. Меня зовут доктор Вильям Дэн Хэнгст. Я приехала из Антверпена. Прежде всего я хотел бы поблагодарить организационный комитет за приглашение, за возможностью поделиться нашим опытом в области изолированной химоперфузии легкого. Прежде всего я вам сделаю вступление, расскажу о перфузии легок. На самом деле коснусь вопроса клинических исследований и расскажу о первой, второй стадии клинических исследований, которые, может быть, дадут нам новые возможности в будущем. В 1997 году большое ретроспективное исследование проходило, и там было более 2000 пациентов, опубликованы результаты, 6 месяцев, и полная резекция, анализ проведем мультивариантера, важных прогнозических факторов. Рассматривались аспекты выживания, лучше вызывать выживание, смотрели, насколько лучше выживаемость по группам пациентов в зависимости от объема резекции. Несколько значительных факторов были выделены, соответственно, прогностические группы пациентов без факторов листов, 61 месяц выживания с неполной резекцией, 40 месяцев, соответственно. И зависимо от этого, мы видим, что у нас 20-40 процентов, цифры которых привлекают наше внимание. И если мы говорим о метастазах в легких или о рекаренсах, о рецидивах, мы смотрим на количество пациентов, как они распределяются точнее по типам легких. Например, обратите внимание, на 27 процентов здесь у нас эти данные показывают, что у нас недостаточно хороший локальный контроль, метастазы пропущены во время первых процедур, и химиотерапия зачастую неадекватно начинается. Кроме того, вопрос токсичности. Как решить эти проблемы? Может быть, перфузия легких. Экспериментальная техника, это системная циркуляция, изоляция легкого. От нее, прежде всего, и высокая доза химиотерапии без системной токсичности или минимальной. В 90-х годах были хорошие результаты по изолированной перфузии конечности. Они привели к развитию и разработке исследования ИЛУП. Это очень хорошие результаты. Несколько пациентов наблюдались, и я вам покажу их и дам обзор этих исследований. В 95-х годах Джонсон опубликовал серию из восьми пациентов. Пациентов доктора Рубинсон Цеплатин, первичный рак легкого с одной стороны, и саркома, и метастазы. Три отдельных перфузии, одинаковых билатеральные. Три, два больших осложнения. Не было также несколько случаев отсутствия ответа. Хорошие, в принципе, результаты и отрабатываются. Техника. Датем 15 пациентов, 96-й ТНФ, интерферон. Также неоперабельные метастазы. Такие пациенты здесь были. Здесь не было смертности в этой группе. Хорошие отделения и того, и другого круга. И пациенты наблюдались, хотя, может быть, не очень длительное время. Восемь пациентов. Одна доза. Это искусственное исследование. Всего восемь пациентов. Они выясняли, что доза 40 миллиграмм на квадратный метр, это была доза, приемлемая доза, которая позволяла лечить их без токсичности. 2002 год. Первая фаза доза, опять же, эскалация дозы. 16 пациентов, 60 миллиграмм на квадратный метр МТД. Это и, тем не менее, три смерти. Первая – это эмболия легкого повреждения легкого, потом еще случай постоперационной пневмонии. Еще один пример. Ранняя смертность. Три пациента, 13 пациентов. Это 2002 год. Токсичность высокая. Выяснили, что концентрация легких была выше, чем самой опухоли. Такой сбой, сдвиг вентиляции и изменения соответствующих цифр. У трех пациентов стабилизировалось заболевание. Один ответ. И ИЛОП использовался для метастаз первичный рак, неоперабельный. И определялась эффективность. И мы стали думать о том, что можно расширить применение этой техники. Началось многоцентровое клиническое исследование, исследование, это продолжение ИЛОП. В 2001-2004 году в Бельгии Антверпен университет и еще один госпиталь Нидерланды объединились и исследовались результаты метастазектомии с применением мелфолана в комбинации. То есть мелфолан в комбинации с метастазектомией легких. И вот мы показываем здесь дизайн. 60 лет пациентов, 42 месяца – это пример конкретной заболевания. две разные температуры применяются. В среднем нет метастаза, в общем, особенно можно говорить о 3 и 37 градусов Церсия. И мы публиковали результаты этого долговременного исследования. Мы смотрели на токсичность выживания без возвращения заболевания. Через год пациент был обследован снова. Время до прогрессии мы смотрели и снова наблюдали пациента после этого метода. Оперативная смертность 0%. Наблюдения продолжались за всеми, кроме одного пациента. Он выпал после 12 пациентов, умерли, у 11 рецидив, 5 лет, 54 и 8, это 84 месяца, это цифра выживаемости. У этих пациентов рецидив, рецидив в перфузированном легком, 3, у него было только это, у трех были метастазы локальные, у одного отдаленные. Выживаемость 27,5, это 19 месяцев. Давайте поговорим о количестве метастазов внутри легких и также о рекуррентности. Мы здесь обнаружили разницу между пациентами с двумя и меньше метастазов и с тремя и больше. Вы видите, этот слайд не совсем хорошо отражается, отражает все, что я хочу сказать, но у пациентов, где было больше трех метастазов, вы видите, что здесь 24 месяца, 26, вернее, месяцев, и не было разницы с точки зрения выживаемости и также безрецидивная выживаемость по гистологии, также не было продемонстрировано никакой разницы между этими группами. Четыре пациентов было прооперировано повторно из-за рекуррентности заболевания, и один пациент – это контрлатеральная сторона, один пациент – это перфузия легких, и один пациент – билатеральный процесс. И химиотерапия была у девяти пациентов, опять-таки, из-за рецидивов. Давайте посмотрим на жизненный объем легких, и, вы видите, диффузионная способность через месяц после перфузии легких. Вот, посмотрите, со временем, тем не менее, у нас улучшается ситуация. Радиографическое исследование. У нас не было здесь каких-либо аргументов, которые показывают, что не было метастазирования в кишечник и никаких признаков фиброзы. Не было найдено пациенты, у них была вентиляция в перфузионном легком еще, и не было никаких, не было по гистологии никаких данных, которые показывали, что перфузия легких была незначительной и возникала вследствие токсичности. Вот, если мы посмотрим с вами безрецидивную выживаемость, то ее можно сравнить с литературными источниками, приблизительно 80%, и достаточно хорошую выживаемость, которую, тем не менее, нужно правильно интерпретировать. Итак, это было исследование первой фазы, затем следовало исследование фазы второй. Мы опубликовали наши результаты в журнале онкологии. Между 2006 и 2011 годом только остеосаркомой, саркомой мягких тканей и колорактальной раком мы набирали пациентов 45 миллиграммов мельфолана при 38 градусах. Мы включили 50 пациентов билатеральным процессом и 4-6 недель после первой тракотомии. После операционной вы видите обследование. У нас были визиты, так скажем, наблюдения на первой, третьей, шестой, девятой неделях, затем через 12 месяцев. Для того, чтобы оценить локальный контроль, мы оценивали, во-первых, безрецидивную выживаемость, и мы также оценивали тотальную выживаемость, общую выживаемость. Вот вы видите статистические анализы, методы, которые мы использовали. Давайте поговорим о результатах. Итак, вот вы видите карциномы и 30 человек из саркома, вы видите здесь разделение на группах. 62 процедуры, две из них были билатеральные, с медианой наблюдения 24 месяца. Посмотрите на характеристики пациентов в рамках данного исследования. И вот посмотрите на группу карциномы. Это было приблизительно 30 пациентов, у них были проличенные метастазы до перфузии легких. И затем вот эта статистическая оценка пациентов по разным характеристикам. Видите, в группе саркома они были моложе, нежели чем в других группах. И также очень важно узнать, что в 21 проценте случаев больше метастаз было резерцировано, нежели чем мы ожидали в до операционном планировании. И это, например, меньше было интересно с точки зрения метастазов легкие. В 5 пациентов у них была билатеральная перфузия легких, либо 3, либо 4 стадия токсичность легких, и в основном это, так скажем, респираторный уже процесс. 20 пациентов у них было билатеральные процессы. 8 прошли перфузию с одной стороны. У 5 пациентов было центральное, так скажем, клипирование, потому что нам нужно было... И у трех пациентов не было никакого операционного вмешательства из-за прогрессирования заболевания. Один пациент был потерян из наблюдения через 7 месяцев после перфузии. Операционная смертность, переоперационная смерть 0%, 18 пациентов умерло из-за рекуррентности процессов. 30% показали рецидивы, и только 7 из них это во время, в области перфузионного легкого. Соответственно, вы видите проценты, которые очень похожи на то, что опубликовано в литературных источниках. И вы видите безрецидивную выживаемость, это на самом деле то, что сопоставимо также с литературными источниками, но тем не менее мы не показали более высоких и хороших результатов. Вот здесь прогрессирование в легких среде пациентов с карсиномой у нас гораздо... у нас сравнимые данные с литературными источниками. И затем мультивариантный анализ показывает нам, что у нас... если у пациентов было больше двух легких затронута, то безрецидивная выживаемость была серьезно скомпрометирована. Если мы посмотрим на колоректальную карциному, то у нас кривая... вот вы видите здесь параметры выживаемости по моновариантному и мультивариантному анализу. Они совпадают. И безрецидивная выживаемость также указана на слайде. И давайте посмотрим на результаты, сравним результаты второй и первой фазы исследования. Пациенты после перфузии легких, мы их... они стабилизируются со временем, происходит рекуперация и нету долгосрочной токсичности. То есть это безопасная техника. У нас сравнимые результаты по безрецидивной выживаемости с литературными источниками и по общей выживаемости также интралегочная рекуррентность составляет приблизительно 23 процента. В перфузионном легком и 10 процентов среди пациентов с аркомом. И у нас небольшая, незначительная токсичность легкого. Что же будущее нас ожидает? Во-первых, у нас будут более высокие, более хорошие препараты химиотерапии. Это инвазивная процедура, которая, в общем-то, можно ее провести только один раз. И наша возможная техника – это селективная реперфузия. Прежде всего, мы пробираемся через бедренную вену и добираемся до легочной артерии. Затем мы можем подавать диффузионно-химиотерапевтические препараты. У нас нет контроля в этой вене. И когда после того, как мы открываем катетер баллона, или баллон катетера, извините, то тогда мы доставляем препараты. У нас уже очень хорошие результаты по результатам нескольких исследований. Мы сами в 2012 году опубликовали статью по перфузии легким по сравнению с селективной перфузией легочной артерии при помощи мелфолана. И я вам покажу результаты. Итак, мы сравнивали ЭЛАПСПАП и внутривенное введение мелфолана с точки зрения выживаемости и терапевтической эффективности. У нас была... Мы достигли гораздо лучшей концентрации мелфолана при помощи ЭЛАПСПАП, более системной циркуляции. И если мы посмотрим на левое, легкое, наличенное и нелеченное, вы видите, что у нас гораздо выше концентрации в ткани легкого, нежели чем при системной химиотерапии на 60% превышалась концентрация. Если мы посмотрим на эффективность, то у нас здесь достаточно большое количество снижения узлов или, так скажем, пораженной ткани в том легком, где подавалась подобная терапия. Общие выводы по моей презентации будут такими. Первые отчеты по первой и второй фазе клинических исследований используют ИЛАПСПАП. И в комбинации с метацектомией улучшает местный контроль и также улучшает приблизительно 23% по сравнению с 44-66% без какой-либо смертности. То есть, по большому счету, это также сравнимая с заболеваемостью. У нас нет никакой долгосрочной токсичности. Это инвазивная техника, поэтому нам нужны альтернативы. И возможная альтернатива – это СПАП, это не такая инвазивная техника, она возобновляемая или воспроизводимая. Очень хорошие результаты. Она похожа на ИЛАП по эффективности и позволяет нам достигать очень хороших результатов. Но, тем не менее, у нас нет до сих пор каких-либо устройств, которые позволяют эту технику по-настоящему воплощать жизнь на рынке. Это может быть хорошим решением для неоперабельных пациентов с расширенным мистерстатическим процессом. Большое спасибо за внимание. Вопросы, пожалуйста. Да, пожалуйста. Микрофон, к сожалению, не используется. Вопрос задается не в микрофон. В нашем исследовании. У нас был одинаковый подход, когда... Мы считали, что не столько доза сама по себе важна, важна сама техника. Подход и сколько вы даете, сколько вы используете. При перфузии легких мы все время перфузируем легкое в качестве химиотерапии небольших. Это небольшое количество. Вот по кругу идет небольшое количество агента, но постоянно и через 20 минут. Если мы добавляли дозу, это нам не помогало. Само по себе пиковая концентрация гораздо более важна. Мы не оценивали то, что вы говорите в нашем исследовании. То есть мы понимали, что у нас другие точки, первичные и вторичные, нам были более важны. Ответ таков. Все зависит от места. На самом деле нет. У нас не было никаких подтеканий. Подтекания, которые мы обнаруживали, это было лимфатическое протоколе подтекания. Иногда мог внести вклад, какой-то мог ввести вклад в этот отек, но это резорбируемая ситуация. Но в этом исследовании ничего такого не видели. Мы брали пробы мочи до и после перфузии. Отек легкого иногда. С этой точки зрения. У нас немножко этого было. Мы проводили замеры. Тогда содержание, вот эта жидкость на достаточно высотком. Но во время перфузии концентрация в моче почти неопределяема. И в наших пробах мы это видели. Но у нас было склипирование в своем по себе проблемы. Не было некоторой потери концентрации внутри круга циркуляции. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует...